В Тюмени определили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». В связи с пандемией он прошел в дистанционном режиме. По словам организаторов, это не помешало участникам заявить о себе. Определить победителей оказалось непросто. Тему продолжит Елена Старожук. С этого предложения руки и сердца началась история семьи Чиюн. Это одна из самых молодых и самых спортивных семей участников конкурса. Данила и Евгения – чемпионы мира и Европы по спортивной аэробике, мастера спорта международного класса. В этом году в копилку наград добавилась еще одна – победа в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года». Мы теперь только ждем и понимаем, что борьба будет с семьями со всей России. Поэтому, наверное, экспертам придется сложно выбрать победителей. В этом году состязание проходило в онлайн-режиме. Все документы, от заявлений до презентаций, участники подавали дистанционно. За победу боролись 45 семей в пяти номинациях. На онлайн-формат перестроились даже зрелые участники, в их числе семья Щетниковых. Главное богатство супругов – их дети и внуки. Одиннадцать внуков. И плюс еще двое правнуков уже. Да. И мы очень давно танцуем и поем в художественной самодеятельности, занимаемся очень давно. Мы – семья Цуриковых. К сожалению, на данный момент мы не совсем в полном составе. В связи с нестабильной обстановкой в мире, наш глава семьи находится на своем рабочем месте. Папа на вахте, а мама и пятеро детей дома. Для семьи Цуриковых участие в конкурсе – дебют. И, как оказалось, вполне успешный. Очень приятно получить такое достижение в канун дня рождения нашего главы семьи. Жители региона участвуют во всероссийском конкурсе с 2016 года. И каждый раз тюменские семьи в числе победителей. Хранитель традиции был в 2016 году, в 2017 – сельская семья. В 2018 у нас «Золотая семья» победила. И вот в прошлом году на федеральном уровне у нас победила многодетная семья. В этом году мы ставки делаем тоже по всем номинациям. Сейчас конкурсные работы победителей отправят в Москву для участия в финальном этапе. Их результаты станут известны осенью. Елена Старожук, Тюменская служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok